В 2013 году правительство области выделило средства на строительство в Орске детского сада. Тендер выиграла подрядная организация «Вектор», которая в свою очередь наняла субподрядчика компании «Легион-56». Последняя и занималась наймом рабочих. Строительство началось в декабре прошлого года. Через некоторое время между подрядными организациями возникло недопонимание. «Вектор» уверял, что деньги были полностью перечислены субподрядчику, а «Легион-56» все отрицал. В итоге крайними остались рабочие, которым задолжали 8,5 миллиона рублей. Поначалу зарплату платили нормально. Но как начали отделочные работы, у нас постоянно нехватка денег. Выплачивали авансами по тысяче, по две тысячи. Рабочие написали письма в администрацию Орска, в блок губернатора области, а также отправили жалобу в прокуратуру. На объект разбираться с подрядчиками и субподрядчиками, виноватыми и правыми, с теми, кто говорил правду, полуправду, и с теми, кто и вовсе лукавил, приехали официальные лица. Давайте мы форсируем, если какие-то вопросы тут существуют, организационного плана, или надо с кем-то официально разговаривать, чтобы ускорили нам вот этот процесс. Я готов участвовать с теми руководителями. Вы представляете документы для того, чтобы мы как можно быстрее внесли изменения и привели все в соответствие. На том объекте, где довольно-таки нормальное качество, где хорошие были набраны темпы и сроки, и объект, который возведен в два раза быстрее, чем по нормативной документации положено, вот, к сожалению, такое в конце строительства произошел казус. Поэтому первое предложение. Вы, кроме того, что абсолютно правильно выверяться будете с контрагентами, в первую очередь, должны быть закрыты те задолженности, которые идут прямо на зарплату строителям. Кажется, конфликт исчерпан. Возможно, и не стоило выносить скандальный мусор из детского сада. Но рабочих, которые, видимо, решили подстраховаться, тоже понять можно. В этой цепи они самое последнее звено. И, наверное, самое слабое. Анна Мурзина и Менгасанов, Виктор Яковлев. Новости дня.